Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Как обычно, начинаю отвечать на ваши вопросы. Начну с вопросов, которые приходят на канал YouTube. Начну с того места, где мы остановились в прошлый раз, где Василий спрашивал, что... Ой, говорил, у нас по 50 и более садят давно. У нас 50 и более лет, по 2 садят и все довольны. Это садессы. Дальше идет у нас вопрос. Говорят, надо с женских томатов брать, а как узнать, где женский, где мужской? Вообще, я такую информацию читала, но знаю, что люди, кто свои семена собирают, собирают с любых. Я собираю с хорошей, с крупной, вызревшей в открытом грунте помидорки и не различаю, где женский, где мужской. Просто нужен хороший плод, как обычно, как принято. И все это опыт мой подтверждает, что хороший плод дает хорошие семена, хорошее потомство. Дальше Людмила спрашивает. Ольга, когда Вы сеяли перец для теплицы и томаты демидов для теплицы в 2017 году? Живу в Оренбурге. Хочется тоже высадить в теплицу в сроках, сомневаюсь. Я так отвечу, что я не могу запомнить все сроки посадок, так как я сею очень много. Но все мои посевы и все прошлогодние, отматывайте назад, есть на прошлогодних видео. И там я показываю, я еще раз говорю, все пошагово показано. И Вы можете узнать, когда я сеяла перец в теплицу, когда я сеяла томат для получения раннего урожая. Я не могу все эти даты держать в голове, это очень сложно. Людмила спрашивает. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие параметры лампы у Вас на стеллаже? У меня ламп более 50, по-моему. Все они разные, разные марки там есть. И турецкая Ашрам или Асрам, или она называется. И Филипс, и фитолампы. Я не знаю, тоже на память, но вот сейчас, буквально сегодня или завтра, я буду снимать видео про лампы. И буду Вам показывать маркировку ламп, где там написана мощность. Все они разные, разные фирмы, разные лампы. Но какого-то различия между ними я не вижу. Я покупаю лампы по какому принципу? Вот я купила светильник на две лампы. Какие лампы в этот светильник подходят, те я и покупаю. Елена пишет. Спасибо, Оля. Ваши уроки большая помощь. Так, тут вопроса нет. Равшан Халиков пишет. Добрый день, а возможно ее вырастить к 1 сентября? Это он, как я понимаю, про эустому. Очень хочу вырастить букет для своей школьницы. Надоели обычные розы. Я люблю необычные цветы. Если можно, то в какое время лучше сажать их. И еще для букетов в школу какие цветочки рекомендуете? И зеленуху в дополнение к букету. Эустому. Если Вы хотите к этому 1 сентября вырастить, то ее уже нужно было посеять или сеять сейчас. Ее сеют в январе, кто-то еще раньше. Но для начинающих этот цветок очень сложный. Его с первого раза Вы можете не осилить. И если Вы посеете его, то сильно на него не надеетесь. Это сложные цветы. Они не у всех получаются. Вам надо сначала попробовать какие-то там другие. Попроще повыращивать. И когда узнаете уже, как в принципе выращивается рассада цветочная, она тоже бывает очень капризная. Потом уже беритесь за эустому. Про цветы к 1 сентября. Я вот продажей цветов не занимаюсь же, потому что как сажу только для себя и большинство многолетние. У нас во всех регионах ведь разные цветы. У нас очень часто букет к 1 сентября составляют из гладиолусов. В качестве зеленого дополнения вот эта вот спаржа, вот елочки такие ветвистые, получается очень красиво. Попроще букеты с астр... Есть астры махровые, игольчатые, очень красивые астры. Ну и потом уже идут всякие и цинии, и бархатцы, составляют с любых букетов. Но если хотите оригинальный какой-то букет для своей школьницы, то эустому учитесь выращивать. Может быть не с первого раза, но на второй или на третий год она у вас получится. Так, пишут. Ольга, закрепите камеру, дергается. Закрепила. Спасибо за совет. Я ведь, я еще раз говорила, я ведь не профессиональный какой-то видеоблогер. Я же все на скаку, набегу, снимаю. Что сама делаю, то и снимаю, выкладываю. И вообще, я год назад всего в интернете-то начала так еще более-менее ориентироваться. Конечно, я не знала ни про какие вот эти вот подставки для камеры, ни про штативы. Все у меня было одной рукой делаю, другой снимаю. Но теперь вот наконец-то, когда я узнала, что можно закрепить, вот я поставила штатив. Но из-за этого теперь вопросы вы сами, наверное, не можете уже читать. Но все равно вы видите, что я в реальном времени, я их шевелю, и вот они по порядку все выползают у меня. Пишет Равия. Вы что, не поняли? Она и говорит для начинающих садоводов. Вот я не знала про водку. Это к видео про водку. Анастасия пишет. А я замачиваю семена моркови водкой, имеет в виду. Смывает эфирные масла. Да, этот способ тоже очень эффективный, потому что у моркови обычно очень продолжительный период вот набухания и проклёвывания из-за эфирных масел. Поэтому водкой, да, она растворяет вот эти масла, которые так затормаживают всходы. Потом про водку слышала, но побаивалась пробовать. Сейчас частично попробую. Спасибо, что напомнили. Слушаю вас с большим удовольствием. В этом году хочу посадить томаты по вашему методу по 2. У меня теплица 6 на 3, напишу, что получилось. Мне очень интересно, когда люди пишут, когда попробовали все вот эти новые методы и пишут, что получилось. Обычно у всех в этом году пишут такие радостные некоторые девушки, что первый раз за всю жизнь удалось вырастить питунью. Для них это большой успех. Мне, конечно, очень приятно. Потом, это не луковая муха, а луковый скрытнохоботник, да. Оля, скажите, помидоры сажаете по 2 корня в лунку, а формируете в 1 или в 2 стебля в теплице. Это все зависит от сорта томатов. Вот если демидов и Настенька, они, как сказать, их можно выращивать без посынкования или с частичным посынкованием. Никакие у них я там стебли не формирую. Я просто нижние обрываю листики до первого цвета, до первых. А дальше, что вырастет, то вырастет. Обычно они же сильно не разрастаются, они компактные. Если я высаживаю большие, такие высокорослые томаты в открытый грунт, то же, если там по рекомендации написано в 1 стебель, только в 1 стебель, значит формирую в 1. Если написано можно в 2 или в 3, вот как огородный колдун, допускается формировать, даже рекомендуется в 3 стебля. Формирую в 3 стебля, все это вокруг этого колышка сгребаю, подвязываю. Растут и в 3 стебля. Спасибо за советы. Ирина пишет. Ольга, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подробно о поливе. Все понимаю и про пасынки, и про формирование о поливе. Ира, у меня про полив томатов. Есть видео, как я поливаю на улице просто из брызгалки холодной водой, как я поливаю шлангом в теплице. Просто сейчас, вы понимаете, сейчас предпосевная пора, и самые горячие темы, которые нужны именно нам сегодня или завтра, это предпосевная обработка семян, грунта, как все это приготовить. Сейчас, если я начну рассуждать про полив, про заготовку семян, мы упустим время, и кто-то не успеет подготовиться к посеву. Поэтому я решила, что сначала первоочередные темы буду подробно описывать, а когда уже придет время поливать, я буду все рассказывать и показывать опять на улице. Махти Мега. А баклажаны не пробовали сажать по 2 корня? Нет, баклажаны я по 2 корня не сажу, потому что у них такое как строение, они же как маленькие деревца. Мне кажется, если их 2 соединить вместе, им будет тесно. У них вот эти листья такие лопушистые. Я сажу их, как дорожки пошире, а вот те, которые колышком, между ними расстояние поуже. Но 2 в 1 лунку стараюсь никогда не садить. Люба Фомина. Все правильно, хоть канал заработала, не надо печатать, а то сколько времени не тратите. Кстати, многим понравилось то, что я отвечаю на видео. Это очень быстро, представьте, кому бы я ответила. 2-3 ответа написала, и все, мне некогда. Убежала бы там землю делать или семена замачивать. А так я могу ответить всем сразу. Вот, которые вопросы накопились за эту неделю, я сейчас отвечу, постараюсь всем. А семена, которые сплыли, вы выбрасываете? Ну, это опять когда как. Если семена свежие и хорошие, иногда они всплывают просто из-за того, что я их хорошо пересушила. Я уже писала об этом видео, что когда для того, чтобы узнать точно всхожесть, то лучше все-таки их замочить до проклевывания. А тот, кто в соляном растворе, ну как, разделяет на фракции, которые опадут вниз, те всхожие, которые всплывут, те не всхожие, он не очень простой способ, он не сильно работает. Потому что долго там держать их нельзя, а всплыть могут просто пересохшие, но всхожие семена. Если их подержать в воде день или два, они набухнут, они тоже упадут. Я в прошлом году делала эксперимент, все вот эти всплывшие семена замочила на проращивание и просто оставила, забыла о них. Когда открыла, там была шапка, проклюнулись все до одного. Оказалось, что те, которые наверху плавают, они тоже хорошие, но пересохли, слишком сухие, вес у них легкий, они раз и поднимаются. Но дело в том, что если у вас нет, например, других семян, то вот эти, которые всплыли, можно просто оставить в стимуляторе на проращивание. Я больше чем уверена, что половина семян прорастут. Олька пишет. Здравствуйте, это снова я, Балконный огородник, только живу я в Волгодонске. Очень приятно, что вы прочли мой коммент. Спасибо, что вы открыли группу. Я сразу же подписалась, так как в Одноклассниках места для многих желающих не осталось. Как вы считаете, если я хочу высадить в грунт на балкон томаты и перцы числа 15 мая, то могу ли я посеять их 23 февраля без подсветки, но в отдельные стаканчики с перевалкой, без пикирования, если их срок, ой, такая строка информации от 110-130 дней, или это рано. Спасибо, заранее вы действительно открыли ящик Пандоры. Кроме вас я никогда не видела и не слышала, чтобы кто-то таким образом отвечал. Оль, смотри, у меня есть на канале, на моем, на YouTube видео, какие томаты высаживать, сеять в первую очередь, и сроки как высчитать. Вот смотрите, если вам, очень простая схема, если вам нужно высадить, когда вы там сказали, 15 мая, отсчитывайте, что обычно 60-дневную рассаду мы высаживаем. 60 дней от этого срока высчитывайте, мне сейчас считать просто время некогда терять, это будет срок вашего посева, неделю еще прибавьте на проращивание на схожие 10 дней. Короче, от 15 мая назад отсчитывайте, отматывайте 70 дней, в этот день вы можете сеять. Какой получится, такой вот числой будет. Галина, почему у меня не растворяется двойной суперфосфат, даже в горячей воде? Вот это да, суперфосфат развести очень тяжело, даже если он будет стоять 2 дня, 3 дня, а не вот эти горошины, как костяные. Я делаю так, я не знаю, как другие люди его растворяют, но вообще я вам хочу сказать, что суперфосфат, его обычно, его для этого и готовят, он же как длительного действия, его обычно осенью под перекопку в грунт рассыпают и перекапывают, и в земле он должен естественным образом понемногу, понемногу, понемногу растворяться, и растения его потребляют. Но иногда же бывают случаи, когда нам надо полить суперфосфатом. Я расталкиваю, ну короче, приготовлю порошок, как разбиваю их, между двумя слоями ткани, укладываю этот, и прям молоточком-молоточком на твердом на каком-то полу, и когда этот порошок растворится, раз его в воду. Ну и даже в этом случае еще там остаются вот эти вот, ну, взвесни, растворенные, там черные, белые всякие частицы. Его нужно перед каждым, вот хотите вы когда полить, перед каждым использованием сильно-сильно взболтать, чтобы был равномерно вот эти взвеси по всей поверхности, ну, по всей жидкости. Иначе может получиться, что вверх вы воду польете, а внизу вся эта вот вкуснотища останется. Дальше пишет Людмила, здравствуйте, Ольга, недавно подписалась на ваш канал, по вашей рекомендации купила семена томаты петруши огородник. Спасибо вам за информацию о выращивании этого сорта. Так, тут вопроса нет. Нет, когда сажаете помидоры по 2 корня в лунку, расстояние между лунками? Этот вопрос часто встречается. Я завтра или послезавтра тоже буду снимать целый видео урок, где буду все показывать, потому что это зависит от того, где или в теплице, где тесновато, там они могут им немножечко, или на улице, где я могу сделать немножко расстояние побольше. Это зависит от сорта, или это небольшой детерминатный сорт, где можно опять их загустить, или это индетерминатные томаты-гиганты, где надо им немножко все-таки побольше расстояния. Это простого ответа здесь нет. Буду все объяснять по пунктам. Пишет Светик. Водкой пользуюсь не первый год. Замачиваю тоже 20 минут, промываю и чуть подсушиваю. Не надо никакой грязи, марганца, все чистенько. Каких-то особых отличий не замечала. Ирина пишет, и я тоже, а Любовь именно, и я тоже. А еще перекись. Да, вот это самые чистые способы протравливания семян. Так, Светик пишет. Непонятно одно, но если вам нравятся Ольгины ролики, ну что же, одно и то же спрашиваете. Если мне это нравится, я все пересмотрела, все есть, схемы с расстоянием, и про сроки, и про сорта. Вот о чем я говорила. Все есть на канале. Перед тем, как писать какой-то вопрос и ждать, то ли ответят вам, то ли нет, вы отмотаете ленту до прошлого года, там с весны, с зимы все про посевы, про сроки, и чего только нет. Люди, смотрите, а то бесконечно где живете и так далее. Но это же чуть не в каждом ролике отвечает. Берегите ее время. Да, я почти в каждом видеоролике говорю, что я живу в Сибирский регион, Алтайский край, город Биск. Спрашивают каждый день. Ну, написано и на странице в Одноклассниках, и в каждом видеоролике. Все мои координаты проживания написаны. Регина. Купила Демидов и Петрушу Огородника, Саньку сажаю много лет, нравится очень, думаю, что будет хороший урожай. Спасибо вам за советы. Да, это именно те сорта, у которых обычно не бывает осечек. В любую погоду вы все равно какой-то, если в плохой год, пусть даже не ошеломляющий результат, но какой-то результат вы все равно получите. А другие сорта могут вообще в этот год не дать ничего, кроме зеленых. Сата Хасуев пишет, Ольга, на 280 квадратов сколько огурцов можно сажать? Вот на этот вопрос я вам даже не отвечу, потому что это большая территория, у меня каждая теплица всего лишь 3 на 8, но 3 на 8 это всего 20 метров. И я огурцов много не сажаю, я же с них семена не собираю, сажаю только себе на питание, на засолку. И я не могу даже вам сказать, не буду врать, на такую огромную территорию, сколько можно посадить огурцов, опять же как, в грунтовом варианте, лунками, чтобы они расползались, или будете на шпалеры их поднимать. Это в зависимости от разных способов посадки количество очень меняется. Как заказать у вас семена? Сарта Настенька, Демидов, Дамский пальчик, Сибирский период. Ну и тут ей уже отвечают в надежде, зайдите в Одноклассниках, Ольга Чернова, город Биск. Да, то же самое, о чем я говорю, я очень часто это повторяю. Познавательное видео, спасибо. Екатерина пишет, а можно этот препарат перевить в бутылочку, это про привикур. Молодец, спасибо в этом году. Замачивала в водке все семена, пишет Люба Фомина. Это вот про то, что можно ли в водке замачивать, как оно действует. Мне нравятся ваши короткие видео. Пишет незнакомка. Ольга всегда раньше покупала рассаду петруши на рынке, в магазине не встречала. В этом году, 15 января, посеяла свои семена. Скажите, как долго всходят семена петруши? Вот это опять тот же самый вопрос, как всходит, когда сеять. Всхожесть семян и когда они у вас зайдут, зависит от многих факторов. Во-первых, от вашей предпосевной обработки. В стимуляторах замачивали или нет, проращивали или нет, пророщенные всходят быстрее. Какого качества семена? Старые они или новые? Свежие обычно, по моему опыту, свежие всходят все-таки быстрее. Хотя старые тоже всходят. И никто вам не скажет, когда взойдут именно ваши семена. Это нужно знать о них все. А эта информация только у вас. Когда купили, какой фирмы семена, как замочили, как посадили, в каких условиях стоит лоток. Если лоток в тепле, взойдет быстрее. Если лоток на холоде, он будет сходить долго. У кого холодно в квартирах, ставят даже на грелки, чтобы земля была теплая. Все, нюансов много. Это полет фантазии наш. Лилия пишет. Регина, Вшивкова, прочитать. Я могу и на Парфе, а нужно смотреть. Оно это про то, что, наверное, как пакетом вот так мотаю и не могут посмотреть. Извините за качество видео, я еще раз говорю. Все делаю, но бегу. Хочется рассказать обо всем и все. Но уж простите, я не профессионал. Может быть с годами, хотя какие у меня, не знаю, когда я научусь, будет профессиональное видео. Хотя я не хочу быть профессиональным видеоблогером. Я хочу именно посвящать больше времени в огороде, а вам давать вот такие короткие, быстрые видеосоветы. Но все равно, если делаете замечания, это всегда я прислушиваюсь ко всем замечаниям. Именно вот на таких замечаниях повышается качество моих видео и всяких там заметочек. Лилия пишет. Большое спасибо за то, что вы делитесь своими знаниями, практической наработкой. Одна просьба, пожалуйста, не трясите сильно пакетом и перед камерой. Я вот про это и говорю. Хорошо, Лилия, не буду трясти, постараюсь. Так, лично я смотрю с большим удовольствием, мне все нравится, Елена. Оля изначально была поделена... А, вот про марганцовку, про сухой порошок, где я делала дорожку. Елена пишет. Все же такие внимательные. Оля изначально была поделена на 6 частей. Вы, видимо, проговорились, что на 5 частей. Нет, наоборот, сказала я правильно, а поделила. Но я же знала, что вы сейчас не начнете вот эту мою часть употреблять. Я показала схематически теорию, как поделить, как маленькие можно. Если поделите на 10 частей, будет 1 грамм. На 5 частей 2 грамма. А разделила машинально на 6 частей. Это опять же вот все моя спешка, все охота и про марганцовку показать, и про привикур, и про фитоспорин. Делить, конечно, на 5 частей, и каждую часть потом еще на 2 части. Это будет 1 грамм и 2 грамма. А 6 частей это я маханула, конечно. Елена пишет. Ольга, спасибо вам. У вас всему можно научиться. Люблю ваш канал. Здравствуйте. Когда вы сеяли семена для этой рассады. Ну вот еще один такой, конечно, интересный вопрос. Видео прошлогоднего года, вот картиночка. Как я могу определить, когда я сеяла? Ну там надо, наверное, для этого посмотреть какие-то предыдущие видео. Потому что все они, которые я показываю в рассаде, перед этим я показывала в посевах. В этом году буду делать умнее. И когда я буду показывать уже взрослую рассаду, я буду называть срок ее посева. Например, вот эта вот рассада, которую я сеяла, например, 29 января, вот через 2 месяца выглядит так. На некоторых видео я говорю, называю, а на некоторых нет. Но сейчас я поняла, что это упущение, конечно. И когда через год у меня начнут спрашивать, я сама уже не помню. Но представьте, столько лостков, столько тысяч рассады. Это запомнить невозможно. Но на будущее я учту. Очень подробно все объяснили. Спасибо. Низкий вам поклон. Надежда Хрупчик пишет. Я граммы измеряю медицинским шприцем. Это вот еще один рецепт, как марганцовку отмерять. Света пишет. Ольга, здравия вам. Не знаю ответа на вопрос про севооборот. Тоже хочу больше томатов. Место мало. Варианты с культурами небольшие. Как вы свой вопрос решили? Я еще раз говорю, у меня тоже участок очень маленький, 6 соток. И у меня невозможно никакой севооборот провести, менять как-то культуру. Потому что у меня почти все занимают томаты. А что не томаты, то перцы. Но они относятся к одной группе и менять их нельзя. Бесполезно. Что томаты, что перцы, они одинаковые, как сказать, забирают одинаковые вещества из грунта. У меня один способ. Я каждый год добавляю новой земли. Вот, например, в теплицу всегда добавляю нового чернозема, черной земли. И перегной добавляю. Потому что перегной расходуется очень быстро. Они все высасывают, конечно. И засевать очень хороший метод. Вот седератами. В том году посеяла горчицу, она выросла. Хорошая зеленая масса. Перекопать ее. И это будет хоть какая-то помощь земле. Если нет возможности менять. Я, если честно, не меняю. Думаю, думаю. Иногда вот лука, грядочку на это место посажу, где были томаты. Но надо земле отдыхать 2-3 года, а у меня нет возможности. На следующий год там опять появляются мои томаты. Регина пишет. Я точно так же отмеряю отрезанным шприцем. Это вот про тот совет. Здравствуйте, Ольга. Людмила пишет. Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, как быть с покупной землей? Ее тоже нужно обрабатывать чем-то. Какую землю лучше купить? Я уже отвечала, что покупной землей ни разу не пользовалась. Если честно, всегда делаю свою. Это идеальный вариант. Но если у вас нет возможности, и вы купили землю, обычно везде пишут, что покупную землю не надо протравливать. Но по отзывам других людей, кто ко мне приезжает за рассадой, в последние годы участились случаи заражения растений именно от покупной земли. Потому что люди замечают, что в своей земле растут, а в покупной земле начинается черная ножка или что. И потом одна женщина мне поделилась секретом. Один мужчина работает на предприятии, они фасуют эту землю и продают. Потому что есть фирмы, которые как крупные, общеизвестные, но в каждом регионе есть какие-то маленькие вот такие фирмочки, которые фасуют землю, продают в сезон. Это очень хороший заработок. Но вот он сказал, что хозяева теплиц, которые меняют грунт в теплицах, выращивают свои там овощи, этот грунт нужно менять. Берут верхний слой, убирают, а свежую засыпают. И ясно, что эту землю, использованную, никто никуда не выбрасывает. Добавляют немного там чего-то, черной земли, чернозема. И фасуют по пакетам, но перед этим никто ее не обрабатывает. Ясно, что вот такая второго использования земля, она на вид хорошая, но в ней могут накопиться заболевания, которые остались от растений, которые выращивались в теплице. Так что сейчас люди уже протравливают и новую покупную землю, чтобы подстраховаться. Ну прольете фитоспорином, вы как для собственного спокойствия, чтобы вы были спокойны и знали, что черной ножки у вас не будет. Хотя сейчас уже есть случаи, что после обработки фитоспорином черная ножка появляется, уже не знают люди, как себя обезопасить от этого. А вот, Ольга, добрый вечер, хотела бы уточнить по поводу перца уральской скороспелы. Сегодня в интернете увидела, что он является гибридом F1. Если его посадить, то будут ли у него такие же качества, которые должны быть, ведь F1 не берут семена. Я уже ответила на этот вопрос, сейчас отвечу еще раз, но потом уже девушка разобралась, что у меня не уральский скороспелый и не F1, у меня сорт уральский толстостенный, с него и можно брать семена, он не F1, он повторяет материнские качества во много поколений. Потом, Нина, скажите, а почему по одному саженцу? Обычно помидоры сажают по два, спасибо. Но это уже анекдот. Когда люди смотрели видео по два, многие спрашивали, а почему вы по два садите? Надо по одному. Тут девушка посмотрела, Нина, про один саженец. А почему по одному сажают по два? Я открою вам секрет, я сажаю всяко разное. И по одному, и по два. Была бы возможность, я бы и по три посадила. Вот как позволяет сорт, как позволяет место, и люди тоже сажают и по два, и по одному, всяко. Вам нужно попробовать и так, и так, и тогда вы найдете свой оптимальный метод, который вам понравится, и который будет, ну как, вас устраивать. Потом Алиса пишет, хоть бы ладонь приложили, чтобы знать размер. Это перец богатырь. Ну, перец богатырь, вы, наверное, единственный ролик посмотрели. Про него несколько роликов, там я и ладонь прикладывала, и все там, когда вот общий вид, и в руках держала, и мяло перекладывала с руки на руку. Размер можно посмотреть очень легко. Но надо, главное, что не один выборочно. Посмотреть один. Вы поинтересуетесь, посмотрите дальше, посмотрите до этого, после, потому что обычно все сорта летом по несколько раз подхожу. Очень хорошие советы, ролики короткие, очень информационные. Приключения огурцов и помидоров в теплице пишет нам. Хорошее видео, заходите ко мне на канал, примите участие в конкурсе. Времени пока нет. Елена Степаненко у меня была красная с белым оводком. Это про петунии. Семян не было после цветов, но осенью в последнем цветке один созрел. Да, это вот про эти, про гибриды петуний. Они очень редко, которые гибриды, очень редко дают семена. Если они дают, то у них потом рождаются дети с семьей не такие, но получаются красивые, но не похожие на родителей. Молодцы, мы тоже построили стеллаж. Это про вчерашнее видео, как построить стеллаж. Ольга, спасибо, это тоже про стеллаж. Елена Ткаченко, не устану говорить слова благодарности за работу, только подумаю и сразу ответ. Это тоже про стеллаж. Побегу бруски покупать. Покажите готовый стеллаж. Я же вам говорила, что есть видео с готовым стеллажом прошлогоднее, где уже и лотки, и лампы. Сейчас у меня еще все стеллажи в разобранном виде. Вы понимаете, что еще нет ни лотков, ничего. Ставить туда некуда. Все в гараже с топочкой лежат. Когда соберу, покажу. Оленька, спасибо за прекрасное видео. А вы ведете журнал подкормок? Да, веду. В середине у меня журнал подкормок, обработок. Все записываю. Пишет Сыдовод Любитель. Всем здравствуйте. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Он на огромную тематику. Ссылка. Буду всем очень благодарен. Вот видите, как даже своих подписчиков ищут по разным чужим каналам. Я ни на одном другом канале не была. Даже не видела видео, какие снимают и как люди снимают. Только для того, чтобы мой канал был индивидуален и не похож на другие. Но если ему срочно нужны подписчики, я ничего не удаляю. И даже чужие ссылки пусть люди должны выбирать, смотреть все каналы и потом выбирать, какой им подходит больше. Я солидарна со всеми огородниками-любителями. Если у него есть какие-то интересные темы, пусть мои подписчики подписывают. Подписываются и смотрят и его канал. Большое вам спасибо за идею, это про стеллаж. Я тоже хочу спросить о полив теплицы. Хочу высадить теплицы под валунку и про полив. Но про полив я уже ответила, что про полив сейчас время даже тратить жалко, потому что полив будет и теплица будет только через два месяца. Вот тогда я все и расскажу. Давайте сейчас накинемся все на обработку земли, на предпосевную обработку семян, на подготовку почвы, чтобы первый этап, самый первый и самый главный шаг к выращиванию большого урожая у нас был удачным. Главное подготовить почву, подготовить семена, все посеять. А потом пока будем ждать всходы, можно разговаривать и уже о будущих процессах.